Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Роман Криптомэн. И сегодня у нас будет новый видеоролик о проекте Парибус. Я надеюсь, что видео вам понравится. Ну а мы начинаем! Итак, ребят, переходим к самому уже проекту Парибус. Сейчас мы находимся на их веб-сайте. И я сразу же перейду к их твиттеру. Вот так, ребята, выглядит их твиттер-страница Парибус. Подписывайтесь сразу. Я перевел уже на русский язык. И сразу же хотел вам рассказать о их последних таких вот новостях, которые как раз-таки способствуют их работе. То есть, можно сказать, это их мини-отчет по работе. Первое это их завершение аудита основной сети MVP. Они продолжают работу, то есть над кодом. Для этого они даже выделили статью, где описали, как и что, ну почему они отложили на март. Там они сейчас отложили, то есть перенос был даты на март. У них был Парибус был, ну то есть сотрудничал с ГСР и ИО для создания рынка, роль маркетмейкера, который заключается в том, чтобы курировать заказы книев, которые способствуют здоровому, ликвидному и динамичному рынку. Это позволит более эффективно использовать спреды спроса и предложения в книев биржевых ордеров. Естественно, о самом вот этом проекте, да, то есть ОГСР, они расписали, что он имеет 10-летний опыт работы в качестве маркетмейкера, партнера по экосистему, управляющего активами и активного многоэтапного инвестора. Поэтому данный проект поставляет и обеспечит спотовую и нелинейную ликвидность цифровых активов для эмитентов токенов, институционных инвесторов, майнеров и ведущих криптовалютных бирж. Вот, видим, эти посты также собрали хорошую активность, вы можете их лайкнуть, по возможности ретвитнуть, дабы продвинуть данную новость проектом. Потому что, как видите, парьбус нас очень сильно радует. Таким образом, ребята, выглядит у них сама статья об этом. Называется она «7 раз отмерь, 1 раз отрежь», где они, естественно, намекают на то, что нужно очень много раз подумать и решить перед тем, как что-то выпустить. И тут они как раз-таки, они с тяжелым, так сказать, сердцем, то есть, так сказать, немножко разочарования перенесли выпуск МВП на начало марта для того, чтобы сделать все лучше. Они понимают, что это вызвало разочарование в сообществе. Они тесно сотрудничают с аудиторами Хакен, как раз-таки, чтобы гарантировать максимальную безопасность МВП. Вот, и они решили перенести запуск, чтобы позволить команде Хакен работать напрямую с их разработчиками, с разработчиками Парибус, на следующей неделе. Их советник по безопасности, Крис, объяснил, что в Парибус они уделяют внимание безопасности с первого дня. Медвежьи рынки предназначены для построения, для того, чтобы тратить время на то, чтобы делать все правильно, на безопасность, и особенно защита средств пользователей, никогда не является шагом, за которым, ну, то есть, нужно следить или стать под угрозу ради доставки. Вот, хотя все, включая всю команду Парибус, стремятся запустить МВП. Вот, то есть, они как бы и хотели быстрее, но суть в том, чтобы сделать это, ребята, безопасней. Важно понимать, что запуск в контексте текущих рыночных условий, то есть, ну, реальность такова, что они все еще находятся на медвежьем рынке, и центральные банки еще не дали понять, что готовы прекратить повышать ставки в своей продолжающейся борьбе с инфляцией. Также, кризис ликвидности, вызванный ужесточением денежно-кредитной политики, затрагивает все рынки, особенно криптовалютный рынок. Без притока, естественно, ликвидности, маловероятно, что, ну, бычий рынок будет, как бы. Несмотря на то, что ютуберы, ну, они тут говорят о том, что ютуберы часто это гадают, но, как вы знаете, много блогеров просто так говорят, для того, чтобы пропиарить какие-то сомнительные токены. Вот, как они объясняли ранее, их команда-разработчика параллельно работает над несколькими элементами и аспектами Paribus, в то время как одна часть команды будет работать с хакинг над ужесточением и оптимизацией определенных областей MMP. Другие будут работать, ну, то есть продолжать работать над аспектами для будущих интераций. Одним из элементов будущих разработок будет, естественно, интеграция с синтететикой последующей версии Paribus. Таким образом, хотя MMP и будет запущен в арте, а не в арле, но разработка других областей будет продолжаться и сейчас. И запуски будущих интераций будут уже, ну, не будут зависеть от запуска MMP. В никоем случае. Что касается команды, то они понимают, что когда возникают такие подобные ситуации, то у них тоже есть разочарование, ну, переда аудитории, вот и все. Но они, то есть, несут огромный шаг в MMP и смогут выпустить его очень круто. Вот, они им об этом как раз пишут. Для них это значит целый мир. Как гласит народная мудрость, лучше дважды отмерить и один раз отрезать. Ну, вот, или семь раз отмерь, то есть, как бы, один раз отрежь. Вот, это не о том, что нужно ко всему готовиться, так как мы, ребята, как люди, которые инвестируют в Paribus, должны также это понять, вот, и принять этот факт от команды. Такой у нас вышел видеоролик, ребята, о проекте Paribus. Мы разобрали их новые сотрудничества, сделали отчет по их развитию, по их работам, которые они делают сейчас ежемесячно, для того, чтобы токен рос. А как вы видели, токен уже вырос более чем на 400%. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то поставьте лайки, подпишитесь на канал, переходите на все социальные сети и проекты Paribus в описании. Ну, а я желаю вам удачи. Всем пока!